Доброе утро! У нас уже весна полным ходом и сейчас мы вместе отправляемся на поиски нового декора. Бедные мои крокусы. Остался только один в живых. Нет, вон еще один. Малыши играют в футбол. Они сейчас начали ходить на дополнительные занятия. Им очень нравится. Но и приходится приносить цветочки в жертву. Пробки, пробки, вечные пробки. Они хоть когда-то заканчиваются, но у нас очень узкие дороги. Мы едем по главной улице, чтобы вы понимали. Едем в торговый центр Серенада, потому что здесь меньше всего людей и классный ассортимент. У нас такой магазин, он международный, называется Flying Tiger. И здесь куча всякой китайской ерунды, но иногда можно найти что-то реально очень классное и недорогое. Смотрите, такие рассаднички или как вы это называете. Вот прям можно в этом и садить. Потому что из бумаги сделаны декоративные камешки, какие-то свечи, всякие вазончики. Пепельницы или что это? Да. Проходим мимо. Иногда я стою и вникаю, что это? А, это такие держатели для растений, чтобы они не падали. Ну вот симпатичные корзинки и здесь все абсолютно недорого. Здесь много разных канцелярий и прикольных вещей, такие знаете, на вечеринку тематических. Ну это, я так понимаю, по большей части для молодежи. Видите, красивые блокноты, всякие ручки. Вот это просто какие-то, знаете, наркоманские блокноты. Есть еще такие подушки. Я всегда захожу сюда за какими-то косметичками или такими принадлежностями. Ну, по-моему, насколько я помню, у меня сейчас есть маленькие баночки. Мыло в красивых баночках. О, такой контейнер мне, по-моему, тоже нужен. Удобная косметичка. Гель для душа. Вот такие, ну, не точно такие, похожие я видела на Алиэкспресс. Я оставлю вам ссылку внизу. Такие стильные и во много раз дешевле, чем вам всяких H&M. Африловые контейнеры. Мне уже давным-давно нужно мои обновить, но как-то не доходят руки. Я всегда заглядываю в этот отдел, потому что иногда здесь бывают прям такие интересные штучки. И они никогда не повторяются. Очень часто все такое цветное, веселое, молодежное. Да, я уже вижу, что я возьму. Только посмотрите, что я нашла. Я очень хотела эту палетку. Это лимитированная коллекция Мак. Вы знаете, что я девушка Нют. И здесь две. Вот думаю, нужна она мне или нет. Очень красивый бронзер. Вот это напыление, оно сотрется. Такое приятное как раз на лето. Мне показалось, что эти тени гораздо мягче, чем обычные тени Мак. Вот прям они такие, как кремовые. Господи, у меня такие сухие руки. Вау! Девочки, кто успел купить, писали мне, что Оля, бери, не пожалеешь. Не знаю. Очень-очень красивая. Зашла в Зару Хоум, и здесь такой порядок. Мне нравятся пастельные цвета в сочетании с чем-то поярче. Буду искать зеленые элементы. Вот это как-то, не знаю, не шикарно смотрится. Хочется чего-то все-таки элегантного, простого, но цветного. Ну и требования у меня. Купишь такую свечу, и потом думаешь, зажигать или не зажигать. Что с ней делать? Я обожаю все из натурального материала. Посмотрите на эту лампу. Она вообще не подходит к нашему интерьеру. Ну, Господи, как это красиво! Всякие такие деревянные. Вот. Светильнички тоже похожи на мои. О, не видно. Вот кому нравились такие зеркальные подставки под духи. И вообще в ванной комнате очень стильно смотрятся. В Заре Хоум есть и золотые, и серебристые. Вы знаете, как-то так посмотрела, и я не вижу чего-то, что зацепило бы глаз. А покупать, лишь бы покупать, я не хочу. Поэтому едем в другие магазины. Золото, золото не пляшет тоже, хотя мне нравится у кого-то. Поехали дальше. Я нашла так много картинок, которые вдохновляют меня на такой праздничный стол. Ну, это точно не то, что нравится мне, к сожалению. Есть у нас такой магазин. Помла называется. Вся надежда на него. Тут тоже, как везде. Все практически китайское, но можно тоже высмотреть что-то классное. Ух ты, яички какие. Пенково-желтые. А вот зеленые совершенно не такой, как я хочу. Мне нужен цвет травы. Во всяком случае, я себе такое придумала. Что-то в этом духе. А везде очень холодный и зеленый. Я, вообще-то, и обойдусь, если ничего не найду. Везде вот эта тема с зайцами. Я дождусь распродажи, и потом, возможно, что-то куплю. Я так каждый раз делаю после праздников, потому что у меня все есть. А если хочется что-то обновить, то выжидала и по-хитрому поступаю. Господи, столько всего, что глаза разбегаются. Гляньте, какая штука красивая. Где-то на кухне поставить. Минималисты в шоке. Как всегда. Досочка с мрамором. Кто-то из девочек писал, что она развалилась. Вот что-то подавать, какие-то закуски тоже на каменных. Красиво. Ну, зачем мне такое? Я еще подумаю, надо или нет. Очень много таких вещей. И, знаете, смотришь, класс. Потом, ну, призадумаешься. Снимаю, пока меня не выгонят. Вот когда у нас был ремонт, по-моему, этого магазина не было. Мне очень нравятся вот эти приборы для салатов. Господи, это так красиво. Так красиво. Держите меня. Вот для масла. Заверните все, пожалуйста. Досочки с золотом из цельного дерева, насколько я понимаю. Вот эти тарелочки, как розовые, да, в таком дизайне, они давно мне нравятся, но никак не решусь. Боюсь, что не смогу потом докупить. Очень красивые кружки. Но я серьезно держу себя в руках, потому что это нездорово. Скупать все и сразу, честно говоря, скорее всего, я выйду ни с чем. Вот для десертов. Мне такие хотелось бы тоже. Или для чего это, девочки? Просвитите меня. Продолжаю мою миссию обновить интерьер в магазине Юск. Пока что я купила какие-то мелочи. Помните, я показывала вам вот эти тарелочки? Они обалденные. Прям такой идеальный размер. И каша не вываливается. И вот смотрите, какие тоже красивые свечки. Вау. Вау. Это тяжеленная подставка под свечи. И ее я беру. Она недорогая. Гляньте, какое стильное зеркало. Здорово, что это тот магазин, который тоже есть во многих странах, откуда вы меня смотрите. И вы тоже можете вдохновиться, пойти и купить что-то. У них неплохие вот эти вот растения искусственные. Если у вас так, как у меня, вообще не зеленые руки, то есть ничего невозможно посадить, от меня все умирает. То обратите внимание, хозяйки на заметку, как обмануть всех и типа иметь растения дома. Так, показывала вам вот эту, блин, опять забыла, как вы мне говорили, как это называется. Такая дорожка. На... Короче, полускатерть. Вы поняли, о чем я говорю. И я говорила, что у меня какой-то такой неровный край. Мне непонятно, почему так. Это типа стильно. Типа натурально. Вы знаете, реально, она очень классная. Мало того, я ее стирала много раз. И она до сих пор в хорошем состоянии. Сейчас я вот нашла такие желтые, зеленые. Ну, опять зеленый, какой-то такой непонятный. Ну, вот желтую возьму на смену на гриль. Мы очень любим, когда так красивенько. Гляньте. Вау. Из материала. Я бы взяла на Пасху такие красивые. Но это же, знаете, на несколько раз я такое не переживу. Мне совесть не позволяет, честное слово. Еще мне нравятся вот эти вот все корзинки, контейнеры. Я собираюсь взять вот эту корзинку, чтобы поставить в нее цветок. Так. С зеленым цветом снова. Проблем. Не вижу ничего классного. Вот эта желтая симпатичная. Но мы сейчас еще и пойдем в H&M Home. Вот эта мне очень нравится, подушечка. И вот синяя. Ну, синяя нет. Синяя мы уже проходили. Вот эти коврики. Блин, мне они нравятся. Искусственные. Я балда, признаюсь. Купила себе не искусственные, а натуральные девочки. И мне просто больно было на него смотреть. И я стараюсь им не пользоваться. Он лежит для красоты просто. Это, конечно, все стильно, красиво. И на фотках будет смотреться замечательно. Это если у вас там, не знаю, пару гектаров земли. И вам нужно что-то поставить. Наверное, только в таком случае. Потому что все вот эти вот кресла подвесные у меня у тети есть такое, у двоюродного брата дома. Это капец. Туда попробуй заберись. А после двух бокалов вина попробую еще и вылези оттуда. Вот эти подсвечники, они шикарные, конечно. Но оставить их на террасе не вариант. А носить туда-сюда, я уже знаю, что никто этим заниматься не будет. Вот это, наверное, тоже нужно взять. Это отель для этих насекомых. Мальчишки будут в восторге. Не самая нужная вещь, но мне, как маме, я люблю. Я такое поощряю, и я готова потратиться. Дай бог, чтобы там поселились какие-то букашки. Смотрите, это такие лампочки. Нравится есть поменьше. О, вот это мне надо. Слушайте, это прикольный магазин. Так, смотрите, девочки, кто искал такие полки. Я помню, что два года тому назад или три, они были такими дорогими, что это капец. А сейчас за 20 евро вы получаете целых три. Вот, хотите покрасьте, хотите оставьте в таком виде. Что здесь еще? Столики, но мне такое не надо. Вот это я бы обрадовалась, если бы нашла такие полки несколько лет тому назад. Клевая подушка. И кресло симпатичное. Ой, смотрю на это серое и сразу вспоминаю мое красное. Это, конечно, прикол года. Вот эта подушечка тоже не нравится. Туалетный столик, давайте посмотрим. Он компактнее, чем икеа. О, видите, меня сегодня в красных брюках. И что здесь? Три вот таких отделения. Кстати, глубокие ящики. Побольше, чем в икеа. Мне нравится. По качеству приблизительно то же самое. Но сразу дозаказывайте сюда стекло, если захотите брать. Полочки. Небольшие тоже когда-то искала, только в икеа были. Постоянно были распроданы. Я обожаю свой туалетный столик. И сейчас, если бы у меня его не было, я бы обязательно его купила. Может, не этот, но просто я обожаю это место, правда. Вот гляньте, растения. Здесь искусственные. Они серьезные, издалека, как настоящие. Но то, что нравится мне, это вот такой поднос. Я часто снимаю что-то в макросъемке, поэтому беру себе вот такое. То есть, у меня есть на что ставить свечи, но если бы не было, я и так купила бы его. Короче, вот эта штучка прикольная. Тоже поставить какой-то уход в ванной комнате, например. Нужно мне это или нет, я не знаю. Пока что подумаю. Но, но, вот такое. И корзины для белья у них в таком прованском стиле есть. Между прочим, не только с таким темным цветом, а еще и с белым. Вот эти мне нравятся корзинки. Постоянно, перманентно. Это просто декоративные лесенки, на которые красиво можно повесить полотенце. Сейчас это не совсем нам подходит по стилю. Но раньше я смотрела на все эти картинки в инстаграме и думала, господи, где бы такое найти? Она легенькая. Да, да, еще раз, да. Это целиком и полностью вписывается в мою эстетику. Мне нравится все. И вот это зеркало тоже. Немножко кто-то потрогал его, но гляньте, как это здорово выглядит. Тоже все вот эти корзинки. Просто так лаконично и со вкусом. Еще одна красота в Юске. Это вот такие огромные вазы. Высота у нее где-то около полуметра, наверное. Это уже напоминает заговор против блогера. Нет ничего зеленого. Вот эти наволочки есть у меня. Ой, это роскошно. Бархатные как бы свечи. Но они больше декоративные. Мне очень нравится такой рыженький цвет, но я знаю, что потом меня это будет раздражать. А вот и зеленое все. И для кухни кое-что. Ну вот эти пальмы, пальмы везде, или как они называются, бананы. Я немножко подустала от них. Хочется чего-то такого более лаконичного. Ну, буду рыться. Ну, что-то такое натуральное, типа как, менее элегантное сделать. Честно, я пыталась этого избежать, но все дороги ведут в Икеа. К сожалению или к счастью, я даже не знаю. Вот здесь какие-то варианты зеленых штор. Но, опять же, нет какого-то зеленого, или я его сейчас не вижу, который не бы приглянулся. Наверное, вот этот. Хотя в камере он сейчас кажется вообще каким-то таким странным. Я не знаю. Возможно, мой план потерпит крах, потому что делать что-то чисто ради идеи я не буду. Так обидно, девочки, так обидно. Хочу выбрать цветок, да побольше. И должна сказать, что вот этот самый панцирный. Я забывала его поливать. Он со мной прошел огонь и воду, медные трубы, и он все еще жив. Да, это единственный, который я купила домой, и он уже несколько лет со мной. Хотела взять вот этот. Я не знаю, как они называются. Вот. Замелчет это. Но он слишком маленький. Что-то пошло не так. Можно я тут посижу в масочке, заварила себе какао. Кофе боюсь пить. Сейчас вам все расскажу. Это у меня какао, которое, кстати, классно бодрит. И я заказывала его на iHerb. Оставлю вам ссылку. Значит, у нас прошло два дня. И я в таком состоянии, потому что все плохо. Вчера я встречалась на ужин со знакомой. Мы еще когда-то в ноябре были в Египте и познакомились с очень классной семьей. Наши детки так подружились. И как-то так, не знаю, у нас столько всего общего. И оказалось, что они тоже из Кракова. Поэтому мы сейчас регулярно встречаемся. И вчера у нас просто был такой женский день, скажем так, с Моникой. И мы просто так заказали себе... Что мы там ели? Оля, соберись. Мидии. Мы ели мидии. И они вчера были такими острыми. Мы регулярно с семьей, также с подружками ходим в ресторан, который называется Мензамястова на Дольных Мыну здесь, в Кракове. И все так безобидно начиналось, но была акция. Показывать... Показывать... Что это? Заказываешь мидии и просек по какой-то там низкой цене. И не то, чтобы мы много выпили, но мы очень долго болтали. Мы переходили из кафе в кафе. И все закончилось часа в три, пока я доехала обратно домой. Пока я умылась около четырех. А в семь нужно было вставать, отвозить детей. Поэтому как бы я не могла себе позволить прям гульнуть вчера. Но спала я мало, и поэтому все печально. Я сейчас нанесла маску Золушки. Если она мне не поможет, я не знаю. И вот эти патчи под глаза. Я покупала их на iHerb. Я скоро сниму видео о новых фаворитах. Посмотрите. Это сейчас, на данный момент, мои самые любимые патчи под глаза. Они создают такой дренажный эффект. И убирают припухлость, и чуть-чуть охлаждают. И при этом классно увлажняют. Это тоже марка Petite Fee. И у меня есть маски из этой же линейки с Агавой. Шикарные. Возвращаясь к тому, куда это я намылилась. Мне сейчас нужно поехать в город и забрать очень важную вещь. Так как Томик не успевает. А потом он приезжает с работы, и мы идем на концерт Монатика. Вот мысли материальные. Я по-другому не могу сказать. Я как-то слушала музыку Монатика, записывала сторис. Одна моя зрительница написала, или несколько, короче, это не важно, что Монатик скоро будет выступать в Кракове. И я забыла купить билеты. Я просто не знаю. У меня это вылетело из головы. За два дня до концерта кто-то из агентства Air, по-моему, из украинского отделения, написал мне, что Оль, приходите на концерт, мы вас приглашаем. Я такая, ура! Вот, поэтому сегодня я пытаюсь привести себя в чувство, чтобы еще поплясать на концерте. Моя мама завтра прилетает в Польшу, но не к нам, а в Данск. И если сегодня все пойдет по плану, то, возможно, и мы завтра поедем. Но я пока что не уверена. Это не точно. Что-то еще хотела вам сказать. Да, я купила шторы. И, вы знаете, они вообще потерялись на фоне этих стен. Мне казалось, что я купила реально зеленые шторы, но здесь они просто серые. Так что я даже не буду распаковывать. Придется мне все отвезти обратно в Икеа. Вкусненько. Я пью без сахара. Заехала в магазин, который называется Cara Design. Я там заказывала и диван, и кое-что покупала домой. Как бы это стационарный магазин, но у них гораздо больше ассортимент именно на интернет-странице. У них есть как дорогущие детали интерьера, так и что-то такое по нормальным ценам. Но иногда переворачиваешь ценник и так, что это моя годовая зарплата. И я, значит, зашла, посмотрела и подумала так, что шторы я таки найду зеленые, и мне хочется сделать не просто элегантный интерьер. Вообще, я такой человек, что мне нужно чем-то вдохновиться, потом подумать, приехать домой, еще раз все там посмотреть. И я решила, скорее всего, что я сделаю такое все поднатуральное. То есть оставлю элегантные элементы, я никуда не дену нашу лестницу, наши вот эти панели на стене. Но мне нравится, когда есть такая лампа, у нас деревянный столик здесь стоит, у нас деревянный пол, деревянный стол. Прямо, знаете, как кусок дерева такой сырой, необработанный. И мне кажется, что должно получиться здорово. Конечно, я не буду покупать новую мебель, но такие какие-то мелкие детали должны освежить все. И я займусь этим явно не сегодня, потому что всего мне не успеть. Еще раз говорю вам о том, что моя интуиция, всегда чувствую, что может наступить слово на букву «Ж». Томак снова сменил работу и ездит уже на новую работу неделю. Счастью моему нет предела, потому что в той компании, в которой он начал работать осенью, у него не было какой-то такой мотивации, ему не совсем все нравилось. И как-то так все быстро произошло, у нас был очередной переворот, поэтому я не так часто снимала влоги. Мне сначала, как я вам говорила, нужно самой переварить какую-то информацию. И сейчас вот делюсь с вами, что он ездит на новую работу, опять же, не работает в Кракове. И пока что он туда ездит каждый день, то есть закончился хоум-офис. И это фантастическое ощущение, когда он утром встает, и я ему говорю об этом, что, боже, как ты красиво выглядишь. Он в такой наглаженной рубашке. Ну вот, не знаю, мужчина в костюме, в рубашке, это какой-то особый кайф. Мне очень нравится, когда он одевается как-то так, не просто в серую кофту и джинсы, и какие-то там, и какую-то спортивную обувь. Я люблю наблюдать, как он меняется. И точно так же, как я, да, сейчас я сижу в джинсах и обычной футболке, а потом буду более нарядной. Я не знаю, мой глаз радуется. И еще классно, знаете, что когда он приезжает вечером, господи, какой у меня вид. И еще знаете, что классно, утром он первый встает, уезжает, я отвожу, привожу деток, и вечером мы все собираемся вместе за столом, ужинаем, и каждый рассказывает, чем он занимался. Как-то у нас был такой хаос на протяжении целого года, вы себе не представляете. Как бы с одной стороны все классно, но когда есть какой-то режим дня у каждого члена семьи, и потом все собираются, обмениваются каким-то опытом, который приобрел на протяжении дня, кого встретил, что видел, что нового узнал. И вот этот обмен, вот этот момент, когда все собираются вместе, такой ценный. Я очень скучала, я очень скучала по такому режиму недели, вот когда есть четкий выходной день и четкий рабочий день. И я на протяжении трех дней очень много работала, поэтому я немножко сегодня расслабилась в пятницу. Иду смывать маску, я чувствую, что она впиталась, и буду краситься. Поеду, порешаю все дела за домиком, и когда вернусь, уже будем собираться на концерт. Девочки, помните, в прошлом году я показывала вам такие же шлепанцы из Зары, только в других цветах. У меня есть коричневые и красные. Они нормально выглядят после того сезона, но это настолько удобная пара обуви, что я купила себе в этом году такие же черные. Да, мне довольно проблематично найти обувь, которая мне не будет жать вот здесь, и в которой мне будет комфортно. Это как раз тот случай, слушайте. Конечно, шлепанцы и носки это сильно, но мне не хочется снимать, а мы сейчас уже едем кататься на велосипеде. И смотрите, у меня 37,5 размер, и я беру себе 38, но учитывайте то, что здесь они не будут узкими. Есть еще и белые, и разные цвета. Они реально классные, стоят недорого, еще и кожаные. Вот, вы очень много задаете мне вопросов в инстаграме, присылаете скрины, спрашиваете, какой у меня размер, так что вот решила с вами поделиться. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok